Девушки отдыхают Которые из них, а то у нас, знаете, целых три толстых и все графы, все Ну, у вас, голубчик, может быть и десять, но для всего мира существует только один толстой Ну, что вы, что вы, Алексей, то есть Лев Николаевич, ну, простите бога ради за неудачную шутку Позвольте книжечки Ого, вот это поработали, так поработали Присаживайтесь, прошу вас Чай, кофе, другие колониальные товары Квасу у вас случайно не найдется? А чего же случайно? Художники, знаете, привередливый народ, так что стараемся найти подход каждому А где же цаканчик-то? Да вот же, вот А, вот Да, благодарствую А чем, собственно, обязан... Александр Стальевич, ваш покорный слуга Дело в том, граф, что мы задумали переиздать ваше сочинение, так сказать, полное и улучшенное собрание Простите, сударь, не понял, кем это улучшенное? Да нами же с вами и улучшенное Или вы не согласны со мной, что совершенству нет пределов? А, ну, конечно, так Да только у Софьи Андреевны руки уж не те В седьмой раз войну и мир переписывать А мы не затрудним ничуть У нас ведь сейчас техника-то какая Пальчиком нажал, вот тебе и новые редакции Здравия желаю, господин Толстой День добрый Наш страшный... старший редактор Кладите в угол, потом разберемся Вынимку делали у Тургенева У Ивана Сергеевича Знали бы, сколько он в своих дневниках компромата на всех надыбал В том смысле, что написал И на вас, кстати, тоже Милостивый государь Вы что же, чужие дневники читаете? По долгу службы Исключительно по долгу службы Лев Николаевич, будь моя воля Я бы с утра до ночи свой собственный дневник читал Там столько, знаете, всего интересного Но это так, к слову Давайте приступим Вот прямо с войны и мира и начнем А что вас, собственно, в нем не устраивает? Война, Лев Николаевич То есть, в каком смысле? В прямом Картины природы, любовные сцены Первый бал Наташи Это просто что-то Но дальше... Да, но одного же не может быть без другого Добро и зло Ад и рай Война и мир Это вечные антитезы Я понимаю, граф Я все понимаю У вас тут, кстати, очень удачно Что Москву поджигает сам мэр Но народ устал от войны Он уже не может о ней слышать Вы понимаете? А тут еще партизанские отряды Хаджимураты всякие Но позвольте, Хаджимурат Вообще из другой книги Ну и тем более Э-э-э, что вы делаете? Редактирую. Так ведь стало намного лучше. Никакой войны, только мир. А как же быть с названием? Ну что же с названием? Название можно и заменить. Вот, например, мир и мир. А еще лучше, миру мир. Вот, очень соответствует нашей современной доктрине. Ну, знаете. Теперь пойдем дальше. Анна Каренина. Тут-то уж, слава богу, никакой войны нет? Войны нет. Это вы правильно заметили. Но есть негативный образ высшего государственного служащего. Ну, что вам плохого сделал этот Каренин? Ну, уши некрасивые, ну, пальцами щелкает. Ну, это же еще не повод, чтобы изменять ему. А главное... Главное... Мало того, что она оставляет сиротой своего ребенка, Сережу, кажется, да? Мало того, что ставится под удар карьера ее мужа, приносящего на своем посту столько пользы отечеству, так вы еще бросаете тень на Министерство путей сообщения. Но ведь у нее просто нет сил жить после всего случившегося. Так, а вы дайте, дайте ей силы эти, дайте. Кто, кроме вас, может ей помочь? А? Пусть муж простит ее, и они снова пойдут по жизни рука в руку. И подумайте, как будет благодарен вам зритель, то есть, в смысле, читатель. Он ведь ждет от вас примеров благородства, красоты. Ну? Что это у вас там? А это наш министр по делам печати помогает Николаю Васильевичу Гоголю. Мертвые души редактирует. Второй топ? А заодно и первый. Ну, сами подумайте, нужны ли нам сейчас в этот сложный момент общественной жизни мертвые души, а? Нет, не нужны. Нам нужны живые души. А Николай Васильевич недопонял. Вот и приходится, понимаете. Ну, а вы не волнуйтесь, мы-то с вами найдем общий язык, не правда ли? А разве мы уже не нашли? Ну, по поводу предыдущего, кажется, нашли. И, знаете, я искренне рад. Но вот есть у вас еще один роман. Воскресенье. Батюшки, а он-то чем вам не угодил? Человек сотворил зло и раскаивается в нем. Вот-вот именно, что зло он сотворил. А нам сегодня позарез, нужно добро. И вообще, зачем вы сделали героиню проституткой? Зачем? Так надоело эта чернуха, что не книга, что не фильм, так обязательно проститутка. Да, но кем же, кем, с позволения спросить? Я должен был ее сделать, а? Уж не депутатом ли Государственной Думы? Вот! Вот вы сами и ответили. Ну, ведь можете же, когда захотите. Конечно, действие придется перенести в наши дни. И прислугой она не может быть. А? Хотя почему? Так-так-так-так-так-так. Смотрите, как здорово все выходит, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Он был генеральским или даже министерским сыном. А Катюша была у них домработницей. Она была хороша, и он домогался ее со всем пылом юной души. Но она ему ничего не позволяла. Ничего! Потому что все свободное время готовилось поступать в университет. Умница! А он проматывал время в кругу собутильников и покатился по наклонной плоскости. И вот прошло время. Она, депутат Государственной Думы, приезжает к своим избирателям в глухой таежный поселок. И там она встречает его. Да! Но он уже другой. Бригадир лесорубов. Мечта всех окрестных невест. Но, но в душе хранит верность ей одной своей, Катюшин. И они, и они вместе уезжают оттуда в Москву. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Вы, вы уж извините старика за слезы, но не могу молчать. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за все. Вы, вы худая, Лев Николаевич? А-а-а, пока в Тулу, а там видно будет. О, поробрало старика, а? Да, это вы умеете. Войдите. Здравствуйте, Александр Исаевич. Здравствуйте. Мне сказали, будто вы хотите переиздать архипелаг ГУЛАГ. Да-да-да, очень хотим. Только чуть подработанный и под другим названием. ГУЛАГ, знаете, звучит для большинства как-то непонятно. ГУЛАГ, КУЛАГ. Кто их там разберет? Пусть лучше будет, э-э-э, архипелаг, новая земля. И пусть весь мир знает. Для нас нет ничего дороже свобода слова. Слово и дело.